Сейчас Челябинский металлургический комбинат пытается отвертеться от уплаты многомиллионного штрафа за отравление реки Миас. А промышленный отстойник в районе Першина продолжает вонять на всю округу. Вода в перемешку с нефтепродуктами не замерзает даже зимой. Впрочем, Мечел не единственный промышленный гигант, который гадит в главную реку Челябинска. Недавно экологи обнаружили более 20 стоков в реку Миас. При этом это не только промышленные загрязнения. Сливы есть даже прямо в центре города. Только на участке вдоль набережной экологи нашли около пяти точек сброса горячей воды в реку. Именно по тепловому следу находят места выбросов. Сначала русло обследуют с воздуха, потом на место выезжают сотрудники лаборатории и забирают пробы. Анализы проводят в Магнитогорском госуниверситете. В этой реке когда-то купались, в этой реке ловили рыбу. Сейчас, честно сказать, подойти к этой реке опасно. Мы уже отправили в лабораторию заборы, проб вот этой жидкости. В химической жидкости воды не обнаружено. Сейчас обработано больше 20% проб. По всем результаты неутешительные. В воде обнаружены металлы и нефтепродукты, жиры и другие органические загрязнения. Фактически Миас превращается в сточную канаву для канализационных и промышленных сбросов. В надзорные органы пишут и общественники, и экологи. Ранее в черте города Челябинска на реке Миас обнаружено более 40 точек, по которым попадает ливневая канализация или иные стоки. По данному факту, все материалы дела для принятия мер прокурорского реагирования направлены в прокуратуру города Челябинска. За загрязнение реки полагается административная ответственность и внушительные штрафы. Вот только разбираться с незаконными сливами придется очень долго, ведь в мутной воде концов практически не найти. Роспроднадзор нам ответил, что 95% вот этих вот труб, вот эти вот коллекторы, они ни на чьем балансе не стоят. Удивительное дело, река загрязняется, туда сливается все, что хочешь, а крайних нет. Последний раз система стоков и ливневок обследовалась в 2015 году. Реконструкцию и строительство очистных сооружений планировали еще больше 10 лет назад. Но все планы так и остались на бумаге, а МИАС по-прежнему продолжает превращаться в большой канализационный коллектор.